Добрый день, уважаемые коллеги! Это еженедельный обзор от компании Тикмил и с вами я, Артур Идиатулин. Азиатские рынки выросли в понедельник на фоне новостей, что Китай и США сумели отвратить угрозу торговой войны путем нахождения компромисса. Министр финансов Стивен Нучин поделился с инвесторами радостной вестью о воскресенье о том, что страны договорились не отгораживаться друг от друга. Тарифами и сейчас в процессе проработки более детального соглашения по торговому сотрудничеству. Как выразился Министр, торговая война отложена на неопределенный период. Вы можете видеть, что китайский индекс голубых фишек Shanghai Composite прибавил сегодня на 0,64% на фоне того, что Китай все-таки смог оставить свою индустриальную политику, политику своей экспансии своих мировых на мировом рынке. И японский индекс, как и гонконгский индекс, они также отреагировали положительно в фоне того, что это означает, что в общем в азиатском секторе азиатские рынки теперь могут ожидать, что местным локальным компаниям ничего не грозит. В воскресенье два главных помощника Трампа, советник Ларри Кудлу и Стивен Нучин сообщили, что китайские и американские переговорочки заложили фундамент для оперативного устранения торговых диспропорций в будущем. Судя по реакции рынков, которые мы сейчас обсудили, большинство инвесторов восприняли это как гарантии того, что Трамп больше не сможет не возбранно обострять ситуацию в этом направлении. Так как спрос на защитные активы упал, доходность американских облигаций поднялась выше открытия в понедельник и вновь приближается к уровню 0,31%. Вот как вы видите, сегодня доходность торгуется выше, чем открытие, хотя и незначительно, указывая на то, что реакция долгосрочных облигаций, то есть инвесторов, держащих долгосрочные облигации, была незначительной на данную новость. В пятницу доходность достигла 3,128% на фоне наступления покупателей на нефтяном рынке из-за признаков сжатия предложения. Повышение цен на энергоресурсы является базовым источником инфляционного давления, что в условиях низкой инфляции или каких-либо дефляционных проблем помогает экономике быстро восстановиться. Рост затрат на энергоресурсы как базовое сырье для производства нуждает фирмы повышать цены на конечную продукцию, что неминамо влечет за собой увеличение стоимости потребительской кордины, то есть индикатора CPI в США. Это снижает покупательскую способность будущих денежных потоков по долгосрочным облигациям, поэтому чтобы компенсировать инфляционный риск, инвесторы требуют либо более высокую доходность, либо уходят в краткосрочные облигации с последующим реинвестированием дохода. Собственно сейчас инфляционный риск слегка перевешивает процентный риск по повышению ставок ФРС. Это вот заметно на недавнем повышении разницы доходности между 10-летней и 2-летней к значительской облигации. 10 мая эта разница составляла 0,43%, но потом она начала расти вверх, как раз таки из-за того, что цены на нефть начали резко расти, что больше повлияло на изменение доходности в долгосрочных 10-летних облигациях. Но до этого можно заметить, что этот тренд, долгосрочный тренд, он был направлен в сторону снижения. Это было связано в частности с тем, что уровень неопределенности по инфляции из-за медвежьей политики ФРС был ниже, то есть инвесторы были более уверены в будущей инфляции, облигации. Инфляционный риск ярко проявил себя после кризиса 2008 года, когда долгосрочная перспектива была сильно размыта. Вот мы можем здесь видеть, что именно в момент рецессии, а также немного после нее, эта долгосрочная перспектива была сильно размыта. И поэтому стратегией инвесторов на рынке модов поначалу был выход из долгосрочных облигаций с переходом в вложение в краткосрочные бумаги с последующим реинвестированием дохода по адаптирующимся к экономике процентным ставкам. Собственно, именно на этом промежутке у нас доходность по долгосрочным облигациям росла, так как инвесторы выходили из них, и соответственно уменьшалась по краткосрочным облигациям, так как приток инвесторов в эти облигации был выше. Что и означало вот этот высокий дифференциал доходности между облигациями различного срока погашения. То есть долгосрочные ставки сразу после кризиса росли, а краткосрочные снижались, и соответственно эта разница между ними расширялась. Важно помнить, что долгосрочные облигации, например 10-летние, более чувствительны к изменениям в доходности, но не процентны ставки. В отличие от краткосрочных облигаций, так как стоимость более дальних потоков платежей значительней обесценивается, чем платежи ближайшего будущего при изменении этой доходности. Для определения чувствительности цены бандак и изменению доходности обычно рассчитывают показатель дюрации. Сама доходность определяется, как видно, из баланса спроса и предложения, то есть баланса между инвестициями и сбережениями в экономике. Если в экономике появляются инвестиционные возможности, то больше фирм захотят занимать по текущей ставке, и дефицит заимствований приведет к росту доходности в экономике, чтобы привлечь больше сбережений. Поэтому при повышении экономической активности обычно связано с ростом доходности. Что касается процентной ставки ФРС, то и влияние на доходность на рынке бандов происходит чуть сложнее, именно через контроль денежного предложения в экономике. Так как ставка по ФРФ является минимальной ставкой, по которой банки могут предоставлять друг другу краткосрочные займы для поддержания необходимой нормы резервирования, то ее повышение вызывает сокращение денежного предложения в экономике. Это сдвигает, соответственно, равновесие в новую точку, где стоимость заимствования выше в экономике. Поэтому старые облигации, предлагающие тот же поток платежей, в будущем должны упасть в цене, чтобы заинтересовать инвесторов. Однако связь процентной ставки ФРС с доходностью на рынке облигаций не так уж и проста, как описано выше. Например, если ФРС ошибается с темпами повышения ставки, инвестиционная активность может замедлиться, а затем последует снижение инфляции, что вызовет спрос на долгосрочные облигации, так как они будут обесцениваться медленнее. Если рынок уверен сейчас, что ФРС ошибается с решением, то эта реакция рынка быстро отразится на рынке долгосрочных облигаций, которые вырастут в цене. При этом краткосрочные облигации будут снижаться из-за действий ФРС, их доходность к погашению будет расти, а значит структура ставок все будет больше приближаться к плоской линии, о чем сейчас и происходят многие спекуляции о том, что кривая доходности как раз приближается к плоской линии. Это сигнал к рецессии. То есть чрезмерная медвежья политика ФРС сразу после кризиса привела к тому, что растущее спокойствие насчет именно инфляционного риска по долгосрочным облигациям вынуждало инвесторов пользоваться их преимуществом доходности взамен к краткосрочным. То есть спрос на долгосрочные облигации был выше вот именно на этом промежутке. Как раз таки из-за политики количественного смягчения ФРС, а также агрессивного снижения ставок. Такая тенденция до сих пор присутствует пока на американском рынке. И это как раз таки видно на данном графике, который иллюстрирует спрос на долгосрочные облигации. И возвращаемся к новостям. Судя по заявлению представителей администрации Белого дома, США смогли уговорить Китай на ожидаемое увеличение закупок энергоресурсов и аграрных продуктов, о чем мы говорили в материально прошлой неделе. И в чем принципе Китай и так не нуждался. Собственно поэтому местная китайская газета правительства описала компромисс как взаимовыгодный и лишенный потерь для Китая. Никаких уступов в конкурентных отраслях, судя по официальным данным, получить не удалось. Компанию ЗТС американского рынка подъяснить также не удалось. И здесь складывается ощущение, что до администрации дошло понимание бесперспективности эскалации конфликта. Поэтому решили замять все быстро и объяснить президенту, почему это лучший исход. Внезапный импульс, который смог дать Трамп в давлении на Китай, похоже сейчас растерян. И теперь получить преимущество для американских корпораций в Китае, в частности по вопросам интеллектуальной собственности, будет сложно. Официальным заявлением было сказано, что обе стороны планируют работать с надведением покупок в аграрной и энергетической сфере, продолжая обсуждать взаимную торговлю в сфере промышленности и услуг, двухсторонних инвестиций и защиту интеллектуальной собственности в предстоящие месяцы. Несмотря на отступление непосредственной угрозы торговой войны, часть инвесторов сомневается в счастливой развязке. Как результат, любое подтверждение сломолчина о том, что война действительно была отложена, а не закончена, может спровоцировать сильное снижение доллара. Сегодня же американская валюта торгуется на 0,22, сейчас даже немного выше, 0,25 открытия. И наибольшее снижение среди основных валют против доллара у нас демонстрирует японская иена, которая снизилась более чем на 0,5% и британский фунт, который потерял почти 0,5%. Предыдущий прогноз по фунт-доллару с прошлой недели, то что он уйдет на уровень 1,33, евро-доллар уйдет на уровень 1,16 и доллар-иена уйдет на уровень 112,50, у нас остается пока неизменным. Потому что новостной фон по доллару остается исключительно благоприятным, начало недели уже задано хорошими новостями по торговому спору. Если, конечно, обойдется без неприятных сюрпризов в высказываниях Трампа по торговому спору с Китаем. Например, президент может посчитать, что достигнутое соглашение все равно ему кажется несправедливым, что может опять навеять тоску на рынке. Что касается американского сорта, то он торгуется в незначительном плюсе на фоне того, что данные по запасам на прошлой неделе удивили аналитиков и показали снижение, хотя предсказывался их рост. Baker Hughes показал, что буровая активность у нас не изменилась по сравнению с предыдущей неделей. Количество вышек составило те же 844 единицы. С технической точки зрения, в восходящем канале цены необходимо отработать коррекцию. Мы можем видеть, что коррекция должна произойти примерно до уровня 75-76 долларов за баррель. Основной волной продаж стоит ожидать с уровня 80 долларов за баррель, которая, наверное, будет подкреплена данными энергетического департамента США по запасам и возможными спекуляциями по поводу увеличения производства внутри ОПЕК и для замещения иранской нефти. На сегодня у нас все. Спасибо за ваше внимание. Встретимся с вами в среду. Продолжение следует...